Заново это все конструировать, изучать технику. Для меня, как человека для гуманитарного, это сложно. А то есть ты гуманитарий? Да. Это признание стало неожиданным, поскольку Динара занимается робототехникой. Дело совсем не гуманитарное, а по мнению многих, еще и не для девочек. Но это не мешает ей делать колоссальные успехи. Недавно она вернулась с международного инженерного форума в Индонезии, где ее эко-мишка забрал серебро и получил грамоту от Роспатента. Над ним она работала совместно с подругой из Норильска. И расстояние их сотрудничеству никак не мешает. Как-то Вике пришла эта идея, что можно вот, раз уж тема экология, можно сортировать мусор. И вот во время нашего обсуждения мы подумали, блин, было бы классно создать робота, который сам приезжает и забирает у тебя мусор. Но потом мы переформировали эту идею, сделали ее более симпатичной. И то, что он не забирает, а люди сами должны понять, куда сортировать мусор, и сами его выкидывают. Этот белый мишка с яркими наклейками – первое изобретение Динары. Но, конечно, были и другие наработки. Как, например, этот деревянный медвежонок с губками для посуды на голове и глазами из фольги. Сейчас Динара уже освоила многие технологии, поэтому теперь вместо губок уши напечатаны на 3D-принтере. Внутри камера, которая помогает Мишке выстраивать путь движения. Вместо глаз – специальный экран. С ним, кстати, перед финалом форума в Индонезии случился забавный форс-мажор. Он был гораздо меньше, где-то вот такой малепусечка. И у нас просто не влезал экран. Мы думаем, ладно, мы сейчас перепечатаем голову. Перепечатали голову, уже все заклеили, включаем. А он вверх тормашками, е-мое, думаю, ну что такое-то. А у нас до финала буквально день оставался. И то есть мы делали это все на скорую руку, бегом, бегом, бегом. Ну это был, конечно, трэш, но тем не менее мы справились с этим. То, что вы видите сейчас, тоже лишь прототип. Сам робот будет больше метра в высоту и намного вместительнее. И это всего за год в инжиниринге, куда Динару занесло абсолютно случайно. В 22-м году я поехала в ЭДЦ «Океан» в первый раз в жизни. Это был спорт. Я, конечно, спортивный человек, но как-то мне это наскучило. Я смотрю, а там какие-то инженеры. Думаю, вау, вот это интересно. Этого я еще не пробовала. И мне захотелось потусоваться с ними, хотя бы узнать, что они делают. И они в итоге взяли меня в команду, потому что увидели, видимо, какой-то огонь в моих глазах. А огонь в глазах у девушки был с самого начала. Мама Динары говорит, что ее всегда удивляла. Откуда в дочери столько творческой составляющей? Даже будучи совсем маленькой, она нестандартно подходила к решению любых задач. Ну, все дети переживают, большинство детей переживает такую болезнь, прекрасную ветрянку в детском возрасте. Вот, конечно же, мы очень творчески к ней подходили. Мы рисовали браслетики с ней. Она сама себе рисовала, где-то мне подрисовывала. Так что, да, были такие моменты забавные. Динара уже готовится к другим конкурсам и работает над двумя новыми идеями. Сейчас девушка в 11 классе готовится к поступлению на промышленного дизайнера. Занимается с репетиторами, посещает художественную школу. Находит время и для досуга, чтения и прогулок с друзьями. Когда ты все успеваешь? Не знаю. Но надо учиться это все совмещать, потому что тогда твоя жизнь будет действительно насыщенной, у тебя не будет времени потерять его. То есть, каждая минута очень ценна и драгоценна. Евгения Петина, Павел Карпов, РТК Забайкалье.